Доброго дня всем, дорогие телезрители! В эфире передача Куншуах на календаре 4 сентября пятница. Каждый новый день это эксклюзив. Помните, что он никогда не повторится, поэтому важно провести этот день так, чтобы он запомнился надолго. И поэтому мы желаем вам провести на все 100 сегодняшний день. Всем солнечного настроения и яркого дня! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добро пожаловать к нам в студию в нашу светлую позитивную солнечную передачу Кумшуаха Как настроение у творческих людей в сегодняшний пятничный день Владимир, хотелось бы сначала вам предоставить слово Вы являетесь руководителем ансамбля Владимира Олеговича Хотелось бы, чтобы вы сейчас поприветствовали наших телезрителей и поделились своим хорошим настроением, своими положительными эмоциями Добрый день, уважаемые телезрители, уважаемые ведущие Настроение у ансамбля «Классик» хорошее С понедельника мы начинаем работать в полном режиме До этого мы работали онлайн, занимались индивидуально Концерты были онлайн Сейчас нам предстоит работа такая же Совместная, полноценная Надеюсь, плодотворная То есть во время карантина вы проводили онлайн-концерты? Онлайн-концерты, да, с петиции Ваше творчество продолжалось? Ну да Ну, конечно, это не сравнить, наверное, с живыми концертами Когда зал полон людей Да, естественно, потому что когда в зале сидит публика Получаешь флюиды идут и отдача чувствуется из зала И как зал реагирует на то или иное Немножко другие ощущения, чем строго, когда перед камерой Владимир Евгеньевич, вы тоже согласны? Да, конечно Вот эта деятельность в режиме онлайн Это как бы новая форма творчества Ну, для всех коллективов Вообще, он впервые же в таком режиме работает Мы ее освоили И опять-таки повторюсь, это, конечно, не сравнить с живым исполнением Вот Но если дальше у нас все будет хорошо То мы, как говорится, готовы к тому, чтобы включиться в нормальный режим работы Это концерты, новые программы, выступления Но уже мы не боимся вот этой формы онлайн Мы знаем, что это такое И готовы в любой форме работать Вы не представляете, как жители города соскучились так же по вашим концертам И сейчас, я думаю, их взгляды, взоры прикованы к экранам телевизоров Поэтому, дорогие друзья, призываю всех быть активными Звоните, пишите Номера указаны на ваших экранах Хотелось бы, чтобы вы рассказали нам все-таки о своем ансамбле С каких пор он действует Как менялся вообще состав вашего ансамбля Или у вас в основном постоянно один и тот же коллектив Или бывает, приходят, уходят новые люди У нас вот костяк, как бы вот Я, Валерий Евгеньевич, админа разум А у нас... С одним словом С одним словом Вот новый человек к нам пришел С какого года? С 19-го С 19-го А год у нас для меня Админа разум Ведущая еще концертов Мы ей, наверное, дадим слово, она расскажет На следующий год нашему ансамблю 25 лет Юбилейный год будет следующий И ансамбль возник таким образом, что Валерий Евгеньевич, Владимир Олегович И еще у нас фагот был Лев Барковский Решили сами помузицировать Для себя, для души И как-то были приглашены на концерт И потом их пригласили в коллектив Вместе со мной пригласили работать в областную филармонию И вот с этих пор, вот уже на протяжении стольких лет Мы везем пропаганду классической музыки Большой репертуар у нас, разнообразный И нам это очень нравится Работа творческая, интересная И не дает возможности нам, как сказать, терять профессионализм Все время надо быть в форуме Все время думать о новых проектах В общем, благодаря этому ансамблю Мне кажется, мы все чувствуем себя Такими, знаете, профессиональными музыкантами Ну вот, за 25 лет-то Это же, вот для ансамбля это много или мало? Каких успехов вы достигли за это время? Можете тоже сейчас поделиться с нашими телезрителями Своими успехами, своими достижениями? Это все-таки юбилей? Ну да, ну вот хочется сказать, что в 2005 году мы участвовали В первый международный конкурс Назывался «Современное искусствообразование в городе Москва» Проходил, да? Мы там как удостоились стать дипломантами этого конкурса От Казахстана тогда были только мы И вот из последних, что хочется вспомнить В прошлом году мы были в Алмате На республиканском конкурсе камерных ансамблей «Ауенфест» назывался он Где были из всех областей нашей республики Камерные ансамбли И там наш ансамбль удострелся второго места Уступив хозяевам алматинцам Хочется сказать, что организация была на высшем уровне конкурса Гостиница, залы, все Это проводила заслуженный деятель Республики Казахстан Джамиля Серкибаева Что-то добавишь? Ну знаете, этот конкурс чем был примечателен? Тем, что проходил конкурс Именно среди камерных ансамблей нашей республики То есть с филармонией многие приезжали И было интересно то, что многие, мы даже друг друга и не знаем И вот впервые мы там познакомились Были творческие встречи И какие-то открытия Вот я считаю, что наш ансамбль это был как-то даже открытием Потому что, ну мы такие были, знаете, стилизованные Были в париках, в красивых костюмах 18 века Вот, кстати, да Фотографии Да, это фотографии, знаете Вовремя Да, это в Алмате Это большой зал консерватории Большой зал консерватории Это вручение сертификата Денежного приза Это жеребьевка Это открытие, жеребьевка Вот это знаменитое яблокоапорт Который, слава богу, сохранился Там был номер Это был у нас второй тур Первый тур А, первый тур, да? Когда надо было... В общем, нет, первый тур у нас было произведение классическое А второй тур у нас было произведение казахстанских композиторов Вот, а это уже закрытие Закрытие конкурса и награждение Вот Нам было очень приятно там выступать Потому что, во-первых, мы учились В Алматинской консерватории, кроме Валерия Генча И там наши профессора, педагоги были Были наши однокурсники, с кем мы учились Встречи Ну, удивительно, конечно И второй тур Вот, видите, мы в восточном костюме Там надо было обязательно играть А кто работает над вашими образами? Мы сами Мы сами? Мы сами, да Мы сами, да Ну, потому что... В каждый раз вы меняете вас такие яркие костюмы Ну, они стилизованы... Мы просто хотели не просто играть эту музыку Мы хотели, чтобы люди вошли в... Ну, как бы... Окунулись Окунулись в атмосферу, да Как люди одевались Чтобы это все, знаете, воспринималось как-то... Все равно по-другому Вот, и когда играешь восточную музыку И композиторов Казахстана Тоже очень красивые костюмы, орнамент Чтобы подчеркнуть красоту музыки наших композиторов Нашей музыки тоже, знаете Вот Спасибо Давайте познакомимся теперь с вашим участником Оркестрантом Здесь именно такой инструмент, необычный, да Честно говоря, я впервые его вижу вот так вблизи Может быть, и наши телезрители Хотелось бы, Ярнару, чтобы вы рассказали Этот инструмент называется фагот Фагот Наверное, сложно на нем играть Сколько весит вообще? Тяжелое? Ну, килограммов Или вы уже привыкли? Привыкли, конечно Но вы расстаетесь с ним? Или постоянно он с вами? Не очень тяжелое Очень тяжелое? Сколько весит? Ну, не очень тяжелое А, не очень? Это фаготы вообще Они возникли в конце 16 века С начала 17 века начали модифицировать То есть появились музыканты, которые Играли более или менее хорошо Вообще название фагот произошло от слова итальянского В переводе означает Вязанка дров Ну, вы видите, да, как Как мы иногда называем шутя Ну, среди своих, как бы, музыкантов Дрова Он сделан из дерева Вообще родоначальники этого инструмента были Бомбарды назывались Они были в длину более 3,5-4 метров И на них играл один человек А другой тащил на себя этот инструмент В средних веках Потом мастера сложили этот инструмент В средние века Уже в начале, я как говорил Уже 18 века Уже фагот, как бы, уже сложенный был Потом французские мастера Итальянские мастера Сейчас уже хорошие мастера Это считается у нас немецкой фирмой То есть немецкие мастера Превозошли родоначальников Итальянцев И сейчас уже Ну, я могу назвать этот Сейчас называется Геккель Сейчас фирма Геккель Из французов Гуфе Выпускают Ну, хорошие фаготы Ну, а почему вы выбрали Именно этот инструмент Ну, как бы С каких пор ты сами играете? Обычно у музыкантов бывает Не музыкант выбирает инструмент А инструмент выбирает музыканта Ну, я когда-то в школе учился музыкальный И вот Мне преподаватели Имени Жабанова Имени Яхмеда Жабанова Это в Алмате И вот Перевелся я на фагот И вот Не знаю, пошел-поехал С какого класса? Это где-то в 8 классе перевелся Потому что там уже Фаготистов в школе уже Несколько лет не было выпуска И вообще А я тогда Ну На трамбоне изучился Потом мне аппарат не позволил Дальше Играть на этом инструменте И мне предложили Перевести на фаготу И все С тех пор я с фаготом Ну, вы сейчас нам продемонстрируете Игру на этом инструменте Чтобы мы действительно сейчас Звуки услышали Можно, в принципе Сейчас я здесь тросточку достану Эта трость Делается Из камыша Такая двойная тросточка Для извлечения звука Эта часть называется С Это как бы в букве С форма Это резонатор Звучания Всего этого инструмента Сколько тонкостей Всяких Обязательно гайтан Обязательно гайтан Да Чтоб не тяжело было Рукам играть Это подвеска такая Бехит На шее Сейчас разные модели делаются Тут на шее Тут на тело Как бы Ирнар, я вас перебью Сейчас вы приступите Обязательно пока Готовьтесь, настраивайтесь У нас есть телефонный звонок На линии Алло, здравствуйте Вы в прямом эфире Здравствуйте Добрый день Представьте, пожалуйста Меня зовут Мохамбет Очень приятно Я и вас телезритель Рада вас слушать, Мохамбет Как ваше настроение? Спасибо Все замечательно Осень Тоже радует Теплыми Днями И сегодня Прекрасная Эта Тема И людей И творчество Музыка В нашей жизни Я обожаю Вообще Слушать Симфонические Оркестры Родители у меня Были актерами Меня всегда Приучали Постоянно Я в этой среде рос И вообще Обожаю Когда играют На скрипке Вообще На любых этих Инструментах И вот у меня Один вопрос Для этого коллектива Сейчас Разрабатываем Концепцию Развития Городского парка И хотелось бы Чтоб Вот такие артисты Вступали В нашем городском парке И Для молодого поколения Для детей Которые приходят туда Могли бы они Слушать Произведения Великих композиторов И приобщаться Вообще К искусству Чтоб наши детки Были разносторонними И стремились к лучшему Вот я вижу Альбина Музакова Есть ли у вас Вот мы Как Предлагаем Чтобы Ваши концерты Были В нашем парке Городском Как смотрят На это Как вы смотрите На это Интересуется Мухаммед Что вы ответите Что хочется сказать Мы с удовольствием Конечно Такой Как вопрос Технический вопрос Да Дело в том Что у нас Фортепиано Как это на воздухе Сделать Так бы мы с удовольствием Только из-за фортепиано Ну да Или надо что-то Электрическое Наверное микрофон Это под открытым не помню Да В парке Вот это там Технический вопрос В частности Ну это вопрос Можно обговорить Да Только Технический Вопрос времени Да То есть можно решить Наверное Ну да Ну клавиш Моменты Микрофоны Клавиш Микрофон Клавиш Чисто технический Ну а так Вы с удовольствием Готов Почему бы и нет Почему бы и нет Благодарю Махамбет За ваш звонок Ну а мы продолжаем нашу передачу И сейчас мы услышим Звуки Этого необычного инструмента Факонт Ну они В исполнении Используются Во многих оркестрах В ансамблях И Сольно тоже Они выступают Ну в частности В основном Очень много Соло знаменитых Например Из казахстанских Например Можно сказать В основном Здесь Кожжбек опера И там Появление Бекежана Там Есть Знаменитые Соло Фагота Я сейчас вам Продемонстрирую Попробую Ну типа Вот Бекежан Та является В образе И там Вот это знаменитые Соло Фагота И там Есть Ну в фильмах Приключения Итальянцев В России Например Там Когда погоня идет Вот Фагот Например В среднем Нижнем регистре Вот такие вот Игревые Звуки Извлекает Фагот Да Лев Когда погоня идет Да Я вспомнила Да Вот такие есть Ну такие моменты Ну мне кажется Не каждый может Сыграть так Вернее Научиться Да Играть на фаготе Мне Нужно Наверное Чтобы дыхание Да Было Развито Очень сильно Да Дыхание Зависит Это ведь Сложно издавать Да Многое Зависит От дыхания От аппарата И естественно Это Учится С малых лет Желательно Чтобы Только тогда Можно овладеть Техникой Игры на фаготе Полноценное Обучение Полноценное Профессиональное Потому что Вот у духовиков Задействован Весь испанческий аппарат Пальцы Губы Зубы Щеки Там Потом Фагота Отличается От всех Духовых Инструментов Аппликатуры То есть Например Есть Родственные Инструменты У фагота Например Родственен С габоем Но только Тростью А по аппликатуре И то Вот Клапаны Там тоже Клапаны Есть такие Тростью А аппликатуры Очень приятно Это как Это как Это как Я На ютуб Канале Увидела Что Российские Ну не только Российские Ну вот Кого я увидела Российских Значит Театральных Театральных Актеров Которые Проводят Такие Концерты Как Сказки С оркестром Называются В середине Знаменитые Актеры Вот они Читают Сказки И Оркестр Сопровождают Например Симфонические Экзюпери Например Маленький Принц Я не помню Сейчас кто Именно читал Из актеров Но И К этой Сказке Экзюпери Подбирается Французская музыка Композиторов Французская Музыка Там Значит Это и Дебюси Равель И Безе И Ну Такие вот Концерты Как раз Вот по поводу Того Чтобы играть В парке Такая мысль Была Чтобы Детей Так сказать Привлечь Через Сказки И Параллельно Чтобы звучала Классическая музыка Ну там конечно Подбираешь Не просто так А вот Подбираешь музыку К определенным Каким-то Местам И сказок К определенным Героям К определенным Там Каким-то Поворотам В сюжетной Линии И Была такая Мысль Прочитать сказку Андерсона И С нашим Небольшим Составом Какой сказка Сказка была Ёлочка И Было интересно Я думала Как воспримут Вообще Вот когда ты читаешь Сказку И Одновременно Потом ты Проигрываешь Вот этот проект Очень многим Понравился И детям Причем Мы у студентов Спрашивали Как Ну как вообще Как молодежь воспринимает Этот вариант Один из способов Привлечения И изучения Классической музыки Да И вы знаете Так всем понравилось Да И подходили Благодарили Да И Причем От всех возрастов Буквально И поэтому Спасибо звонок Татьяна Проект будет продолжаться Потому что Чувствуется необходимость В этом И скажу вам Что Мы сейчас работаем Над Новой сказкой Подобрана Музыкальный материал Уже подобран Подобрана Сама сказка Это тоже будет Ганс Кристиан Андерсон И Секреты я не буду раскрывать Да Но мы так И вот Выйдя на работу Сейчас мы будем Конечно отрабатывать Совершенствовать Своё исполнительское мастерство Чтобы эти все произведения Хорошо прозвучали Так что приходите На наш концерт Татьяна Мы вас приглашаем Спасибо Спасибо Валерий Евгеньевич Познакомьте нас Теперь Вы со своим инструментом Так Что у вас там Интересное Я еще хотела Тоже есть такая штучка Без которой Не играет Да Я хотела сказать вам Забавную историю Вот это трусти Они нужны и для Габу и для Фагота И перед одним концертом Я случайно Мы уже были Как бы там ходили Потом я спустилась В гримерку И смотрю там Девушка убирается И значит хватает Вот эти трусти И хочет их выкинуть Представляете Она И в баночках лежала Помнишь да В баночке Значит они должны Отмочиться Чтобы звук появился Чтобы звук появился Сейчас вы должны ее Нет она уже готова Она уже готова Вовремя И прям это какие-то секунды Я сказала вы что Мы играем на них Они нам нужны Вот такой забавный случай был Чтобы мы чуть не сорвали концерт Ну это камуш Поэтому он должен быть мокрый Чтобы играть Если он высыхает Он треснет Принцип одинаковый Абсолютно Это просто свистулька Вот она свистит А когда вставляем инструмент Уже дается тот тембр Без нее Нет без нее нет И от нее Очень многое зависит От трости От каждого произведения От каждого характера Желательно чтобы была Своя трость Вот такой универсальный нет Как часто меняете эти трости Или она Хотелось бы конечно пореже Но приводится В зависимости от того К чему готовимся Если там конкурс Или концерт Близ Многое Смотря сколько играет Да Сколько играет Потом она Вот это ломается И сюда навязывается Новый трость На месте Это не в магазине Это только у мастера заказывается В магазине В магазине Саксофон, кларнет Там трости лежат А наши трости Делают мастер Ну вот такой немножко Вы можете будете Отрывки тоже играть Или цельная Какой-то Нам сыграет Цельная наверное длинная Звук Несколько гнусавый Вот в той же детской Постановке Петя Волк Он утку изображает Там кларнет Кошка Куфлей Это птичка Фагот Дедушку А это утка Ну и кусочек Ну это кусочек романца Для гобоя фортепиано Нагима Минны Калеева Очень красивая Такая канцеляная музыка Ну в принципе Это группа деревянных Духовых инструментов Ну плюс кларнет еще Есть медная группа Есть деревянная Вот И если по диапазону По партитуре Флейта Гобой Кларнет Погода Вот наша группа Деревянная И конечно Наши инструменты Очень дорогие Очень Я представляю Естественно Вы дорожите ими Да Вот мы были Когда в Алма-Ате Прошлой осенью Я видел В консерватории Новые инструменты Насколько Насколько Вот например Цену можете Назвать Ну Самый Профессиональный Та-та-та От 8 евро Начинается только Писки Да Такой металл Вот например Считайте Сколько это может Стоить Есть учебные Невероятные В нашем понимании Цены невероятные Да И потом Дерево его беречь Холодно Жарко Может треснуть Уже все Вот например Уже При какой-то температуре Вот Насчет игры в парке Учитывая Вот это На этих инструментах Уже нельзя играть Они Они просто Сломаются Если сырость Если сырость Определенный Ну там вот такие вот Вопросы есть Акустические Акустические Поэтому конечно Они Спасибо Поступает Очень много Сообщений Сейчас от наших Телезрителей И Вот такой вопрос От Аллы Литвинчук Журналист Здравствуйте Вопрос Участникам Ансамбля Классика Расскажите Пожалуйста Об интересных Гастролях В других городах Какую программу Выбирали И чем Радовали Публику Кто желает Ответить На этот вопрос Ну у нас Когда мы делаем Какие-то концерты У нас Такая определенная Как сказать Мы начинаем Всегда С Классики Это Как правило Талиман Кванс Вивальди Антонио И потом И потом Постепенно Постепенно Мы Доходим Через романтику Импрессионизм Если включаем Ее Например И до современных Композиторов И вот Примерно такая У нас Таким образом Программа Составляется И Также Мы приглашаем Вокалистов Для разнообразия Потому что Все равно Когда Еще певцы С хорошими голосами Ну тоже По стилю По стилю Классику поют Казахский произведение То есть например Мурат Амирханов Заслуженный деятель Вот мы его привлекаем С удовольствием Он с нами поет Произведения Генделя Георга Генделя Моцарта Что Ну еще Страделла Ну такие вот И конечно же Произведения Абая Из опер Романтиков Шуберт Шуман И Тогда вот Становится Очень интересно Полноценный Айбархайханов Айбархайханов С удовольствием Молодую Огромный репертуар Конечно же Женские голоса Тоже Всегда украшают Сопрано У нас Отслужба Малиева Салтанат У нас Была прекрасная Меца Сопрано Муратбекова Муратбекова Сейчас она В Астану К сожалению В оперном Работает Вот Со страной Привезел Парень Белькан То есть Телефон Ну вот Мы где Гастролировали Что Вот из Российской Это у нас Было Отвечая на Вопрос Это были Концерты В Москве Концерты В Сызрани Это Рядом у нас Самара Мы ездили Газпром Где это у нас Оренбург В Оренбурге Мы давали Концерты Вот Ближе Лежащие У нас Ну и Конечно В столице Мы ездили В Астану Там выступали В Алмату Так что Спасибо Здесь У нас Сообщение Тоже От нашей Телезрительницы Не представилось Могли бы Вы сыграть Нам Одинокий Пастух Произведение Что вы Ответите Она так Просит Убедительно Можем исполнить Просьбу Нашей Зрительницы Ну только Без аккомпанемента Без ничего Попробую Вмечательно Наиграть Такое Штукление Допал КОНЕЦ Спасибо, обожаю эту мелодию. Вы что-то хотели дополнить? Нет, я просто хотела сказать, что... Ну, как раз вы держите свой инструмент тоже. Расскажите нам о нём вкратце. Как он называется, что собой представляет, насколько сложно на нём играть. Это флейта. Она относится к лобиальным инструментам. Это значит, здесь... Там тоже есть какая-то... Здесь тростей не надо. Без тростей на этот раз. Да, поэтому он лобиальный. Лобиум здесь просто. Ну, здесь что хочется сказать, что здесь не весь воздух у нас попадает туда. Много процентов теряется. Он просто выходит. Задача флейтиста не растерять вот это. Чтобы весь воздух стараться попал туда, куда нужно. От этого зависит звучание. Ну, флейта... Это родина этого инструмента. Франция, Германия. Вот эта флейта современная, которая дошла до наших дней. Это был мастер-бьём в Германии. Он постепенно... Раньше не было вот этих... Ничего. Были просто дырочки, отверстия. Он постепенно придумал вот этот механизм. Ну, потом ещё совершенствовался. И до сих пор совершенствуется. И вот он в современном виде. До нас дошёл в такой виде примерно. Угу. Что хочется сказать. Ну, то есть он обладает нижним регистром таким. Средний регистр. И верхний такой пронзительный несколько. Такой диапазон 4 октавы. Ну, да. Считается самым техничным инструментом. И ещё есть разновидности флейты. Есть флейта пиккола. Такая маленькая. Но она самая громкая в оркестре. Потому что... Она звучит так, самая высшая. Она обычно прорезает любой. Прорезает, да. Оркестр, я слышал. Ну, вот такие, по-моему, разные. Отлично. Здесь, здесь, здесь. Рыбский корзкофоречный. А фрулата, покажите, штрих. Вот такой интересный штрих можно издавать. Это называется фрулата. Встречается во французских, у французских композиторов. Ну, как? Часто изображает птичку. Птичку может изображать. Это фрагмент концерта для флейты. Это Антонио Вивальдик, ведь он и называется так. Щегленок. Спасибо. Интересное звучание, конечно. Я хочу сейчас прочитать еще одно сообщение от наших телезрителей. Здравствуйте. Хотела бы поприветствовать ведущую программы и сегодняшних гостей. Программа участников камерного ансамбля «Классика» «Опостной филармонии» имени Грифулы Курмагалиева. Давно слежу за их творчеством. Как большой любитель классической музыки, хочу отметить высокий профессионализм коллектива. Пользуясь случаем, желаю ансамблю «Классика» новых творческих достижений. Насколько я знаю, у вас в репертуаре преобладающее количество составляет произведения европейских классиков. Хотелось бы больше слышать произведения композиторов Казахстана. И, конечно, зная, что вы ведете параллельно педагогическую деятельность, хотелось бы знать, какими основными критериями руководствуетесь в своей работе со студентами. Ну, еще тут ряд вопросов. Если сейчас мы успеем, обязательно я тоже зачитаю. Вот этот вопрос. А сейчас казахстанские композиторы. И какими критериями руководствуетесь именно в работе со студентами в своей педагогической деятельности, Альбина? Ну, сначала на первый вопрос по поводу казахстанских композиторов. У нас было несколько концертов, посвященных только композиторов Казахстана и Востока. Это были произведения, сольные играли произведения, написанные специально для инструментов, для габоя, для флейты. Кроме того, концерт туркменского композитора... Не забыла, как... Вспоминайте, концерт такой очень сложный, восточный концерт для фортепиано. Нурымов. Нурымов, да. Чары Нурымов, да. Мы, кстати, этот концерт играли в Москве на конкурсе. Кроме того, очень интересная фантазия Усенова есть на теме из песен Абая. Очень красивое произведение. Он, по-моему, написан для Кобза. Ну, это же мы сами делали. Ну, мы сделали переложение для... То есть, делаем переложение. К сожалению, для нашего состава нет таких произведений, написанных исключительно для нас. Оригинальных. Поэтому мы делаем переложение. Пока мало пишут казахстанские композиции. Ну, именно для этого состава, да. Поэтому приходится делать переложение. Сольное произведение играем. Так что в репертуаре у нас достаточно произведений. Это и Кюй, кстати, Курман Газе у нас. Нам самим интересно, собственно, играть такую музыку и пропагандировать. Благодарю. Вот такие благодарные отзывы. Ваш адрес от ваших учеников. Здравствуйте, я ученик Владимир Олегович и Альбина Уразовна. Желаю всему коллективу камерного ансамбля счастья, большого успеха и крепкого здоровья. С уважением, ваш ученик Саркулов Таурен. Думан. Думан, извиняюсь. Духовые инструменты возвышают духовно. Музыка вся в целом. Конечно, людей делают более гуманными, но именно духовые откликаются больше всего в сердце. Спасибо за исполнение. Айгуль, телезрительница, сейчас написала. Добрый день. Только подключилась и увидела своих любимых преподавателей. Моего любимого педагога по фортепиано Альбину Уразовну Владимира Олеговича Валерия Евгеньевича. Они мастера своего дела, профессионалы, за что люблю и уважаю. Дальнейших творческих успехов вам, процветания и огромного здоровья. А также выражаю благодарность вашей передаче «Процветание вам». С уважением, преподаватель фортепиано детской музыкальной школы Сырымского района Бесингалиева Осель. Сейчас вот нам написала. И еще одно сообщение. Классика камерному оркестру. Желаем творческих успехов. Лично поздравляю Альбину с наградой на Дне Конституции областной филармонии имени Игорева Лукру Моголева. И лично директору Асхата Тарасовича и всем работникам культуры успехов творческих высот. Вот какие вы все молодцы. Спасибо большое. Давайте поаплодируем. Действительно, очень такие теплые сейчас слова. Шлют телезрители. Ваш адрес, конечно, это еще больше вдохновляет, окрыляет какие-то еще творческие ваши порывы. И я уверена, что в скором времени обязательно мы побудем, иначе карантин закончится, и мы можем снова ходить на концерты, аплодировать вам, кричать «Браво!» и ждем с нетерпением этих минут. Хотелось бы в заключении, сейчас у нас остается буквально 5 минут до окончания эфира, услышать ваши добрые, теплые пожелания по традиции всем нашим телезрителям. Давайте, верно, с вас начнем. Всем желаю телезрителям нашим успехов во всем, здоровья, во-первых, чтобы не болеть. Как только откроются все залы, приглашаем всех на наши концерты. У нас уже много в плане будущих концертов. Надеемся увидеться сами на сцене. Всем удачи! Тоже желаю всем, прежде всего, здоровья, успехов, деятельности, кто в чем, кто в какой сфере, чтобы поскорее мы вышли на нормальный режим работы. У нас в городе очень много коллективов, все, и в том числе и мы, не в последних рядах, ждем, когда мы сможем живьем встретиться со своим зрителем. Приобщайтесь к классической академической музыке. Мы для этого делаем все, и удачи тоже всем. Спасибо. Ну, здесь как раз к вопросу предыдущего, я хотел бы насчет учеников и как им это. Хочется сказать, что мы и занимаемся, собственно, ради них, чтобы они вживую услышали, как это делается, как это звучит, чтобы они на нашем опыте слушали и росли дальше, и превзошли нас. Хочется пожелать всем ученикам удачи, творческих успехов, и родителям их благодарным тоже. Ну, всем удачи и здоровья, и дах Бог, чтобы пандемия закончилась, и мы встретились живьем на концерте. Спасибо. Мне хотелось также поблагодарить всех, кто позвонил, написал за теплые слова. Действительно, они нас вдохновляют, окрыляют, дают нам энергию, чтобы мы дальше продолжали свою деятельность. И, пользуясь эфиром, хотелось бы поблагодарить врачей, которые в такое тяжелое время, у меня с Наха сама врач, я знаю, я с ней когда разговариваю, действительно, не каждый день медсестры, врачи находятся, мы просто не видим эту работу, просто находятся действительно, грубо говоря, прям как на передовой. Хотелось бы поблагодарить, конечно, учителей всех, и детских музыкальных школ, и вообще образовательных вузов, и СУЗов за то, что все проводят свои уроки, стараются, чтобы детей заинтересовать, вносят очень много сил и своих каких-то возможностей, чтобы не прерывался вот этот учебный процесс. Хочу поблагодарить вас, ваше телевидение, лично вас, потому что, я знаю, вы ежедневно проводите вот такие передачи, и сколько стоит это и сил, и душевных сил, и то, что вы, телевидение тоже очень поддерживает население, потому что сейчас нам надо быть всем вместе, мы все должны друг друга поддерживать, мы должны быть мудры, мы должны быть терпеливы, и все это пройдет, я думаю, чем быстрее, конечно, тем лучше. Всем спасибо большое. Очень приятно, что вы цените наш труд, и взаимно я вам желаю только добра, счастья, тепла, семейного благополучия, и процветания, конечно, вашему ансамблю. Спасибо. До скорых встреч. Спасибо. Уже на ваших концертах. Спасибо. А на этом мы с вами прощаемся, дорогие друзья, пусть осеннее солнышко наполняет вас жизнерадостной энергией, и все вокруг будет дарить вам только положительные эмоции. Всем приятных выходных и до встречи на телеканале Акжаик. Продолжение следует... Продолжение следует...